Потепление внесло свои коррективы в жизнь не только людей, но и животных. Одни вышли из спячки и ведут активный образ жизни. У других раньше времени начался брачный период. Например, длиннохвостая сова неясать уже высиживает свое будущее потомство. По словам зоологов, гнездование сов в начале января – большая редкость. Этих птиц сложно сбить с толку, ведь гнезда они начинают не раньше марта. Впрочем, нынешняя зима обманула и других пернатых. Пополнение уже ожидают венциносный голубь и кваква. Журавли хоть и не ждут потомства, но тоже счастливы. Временная оттепель позволяет им гулять в просторном летнем вольере. Каждое утро они с удовольствием носятся, разминаются, подлетывают, подтанцовывают, песни поют. В общем, совершенно счастливы от того, что у них есть физическая свобода. Новогодний сюрприз работникам зоосада преподнесли и обезьяны-колобусы. У них снова пополнение. Детеныш появился на свет 5 января. По словам специалистов, содержание колобусов в неволе – дело непростое. Эти обезьяны привередливы к корму, долго привыкают к новым условиям жизни и неохотно размножаются. У нас же за 2,5 года с момента их появления это уже второй детеныш. Как правило, колобусы воспитывают малышей в одиночку. Но пермское семейство и в этом плане исключение. Такие взаимодействия мы наблюдаем впервые у обезьян, у колобусов в частности, чтобы не только мама ребенка воспитывала, но и другая самка тоже. Забирает ребенка, кормит одной грудью своего ребенка, другой – чужого. Мама в это время имеет возможность отдохнуть, поесть, пообщаться с самцом. Белая красного рожденного через пару месяцев сменится на черный, и он станет похож на своих папу и маму, говорят зоологи. Присутствие камеры слегка смутило почтенное семейство, но вскоре беспокойство утихло. Съемки съемками, а сон по расписанию. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.